Молоковская врачебная амбулатория открылась в 2018 году. На сегодняшний день больница принимает пациентов с 8 утра до 4 часов дня. И хотя сейчас к ней прикреплено 7200 человек, в условиях пандемии прирост пациентов гораздо выше. На сегодняшний момент функционируют три врача-терапевта и три врача-педиатра. Пока на сегодняшний момент это полный штат. В наших планах, конечно же, еще расширится. Но пока так справляемся. Огромное количество вызовов. Стараемся их обслуживать. Выводим врачей чисто на вызова. И какие-то врачи перекрывают прием. Для максимального разделения потоков в Молоковской больнице предусмотрены разные выходы для пациентов дневного и круглосуточного стационаров. Сегодня здесь лечение проходит 15 пациентов, за состоянием которых постоянное наблюдение не требуется. Каждый больной имеет право лежать здесь до 2-3 часов. То есть, ну, как правило, там час-два они после капельника лежат, часа полтора и уходят. Потом приходят следующие. Мы их распределили на 8 часов, приходят 8 до 10 – одна смена. 10 до 12 – вторая смена. И там с часа до 4 – третья смена. В круглосуточном стационаре сейчас лечение проходит около 30 человек. Сергей Семеняйкин из-за своего недуга попадает в больницы часто. Не так давно его направили в Молоково. Сейчас пациент признается – если болезнь вновь обострится, он обратится именно сюда. Стационар в Молоковской амбулатории сейчас специализируется и на долечивании пациентов после коронавирусной инфекции. Одним из таких людей стал Артур Калайджан, который также отметил отличную работу стационара. Я переболел коронавирусом, в видном лечился. Вот я попал сюда, у меня профилактические, получается, по диабету. И очень приятно, на самом деле, что здесь и еда кормят хорошо, и обращения под медсёстры, одна лучше другой, и врачи также. Больных коронавирусной инфекцией в больнице не принимают. Каждый пациент при поступлении в стационар сдаёт реакцию ПЦР на COVID-19. В сутки он проводит в специальной карантинной зоне. Очень активно всё мы тут делаем. Так что я думаю, что населению нужно на это обратить внимание. И участковые терапевты будут писать направление сюда, обследовать перед этим. И здесь мы всех полечим. На фоне пандемии организовать оказание плановой медицинской помощи каждому в ней нуждающимся – одна из главных задач Видновской районной клинической больницы. У нас организовано в Новоковском стационаре, в терапевтическом отделении организована помощь, необходимая в виде лечения неврологических, кардиологических, диабетических проблем. Здесь работают достаточно высококвалифицированные специалисты. Оснастили её также и хорошим набором аппаратов физиотерапии, лечебной физкультуры. На базе других амбулаторий муниципалитета запущена работа по оказанию хирургической и офтальмологической помощи. Также открыт травмпункт и кабинет гнойной хирургии. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.